вроде записывает да да все 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 что теперь так сказать будет сказано может быть использована против нас суде так но но одна заключительная у нас с вами лекция дальше уже как бы все дальше уже у нас у всех сессии так значит вот я демонстрацию сейчас включу так видно доску да ну хорошо значит а вот мы с вами на прошлом на прошлой лекции в самом конце стали обсуждать дифференцирование ну вот так называемые w дифференцировать но давайте я был бы были какие-то слова в мотивацию такого определения значит дифференцирование но и вот давайте я напомню само определение уже и мы попробуем посмотреть на немножко свойства и посмотреть примеры значит наш с вами цель сегодня вот обсудить ну так ознакомительно так что вы увидели но какую-то такие связи и увидели ну более-менее осознали определение и что-то продифференцировали значит вот три три типа дифференцирования значит w дифференцирование l дифференцирование и такое самое наивное самый наивный подход дифференцирование на пространстве мер это значит вот то что называется flat derivative значит вот такое в прямом смысле ну такой как бы линейное такое пол плоское дифференцирование а значит вот вот мы их обсудим и ну и вот на этом закончим курс но и обсуждение будет выглядеть так значит мы все время будем но вот обсуждать определение и связи друг с другом этих понятий и значит какие-то примерчики вот ну и вот значит одно определение уже было дано прошлый раз начать я напомню у нас с вами пространство где мы работаем это вероятностные меры с конечным вторым моментом метрика канторовича высерштайна и значит я напомню что прошлый раз еще мы ввели касательное пространство в точке мил к этому пространству п2 это у нас замыкание градиентов фи где фи ценой бесконечность рд значит относительно l2 мил значит но и это пространство снабжается значит скалярным произведением из л2 и тем самым вот это значит пространство вероятностных мер с метрикой канторовича значит оказывается вот таким вот римоновым многообразием значит есть очень много черт этого пространства сходных с чертами классических римоновых многообразий вот значит ну вот например там мы прошлый раз обсуждали там длину кривой геодезический там прочее значит теперь мы сказали значит рассматриваем с вами отображение у из этого пространства в р и вели несколько определений значит вот мы будем писать что кси принадлежит д плюс у от мю если кси это элемент касательного пространства и у от сигма минус у от мю значит у нас меньше либо равно инфинума по оптимальным планам план для мю и сигма значит вот таких выражений кси от икс значит мю всегда за иксы сигма за игреки значит у минус икс дпи плюс у малая от w2 мю сигма при сигма стремящимся к ним вот это мы будем говорить что кси лежит в супер дифференциале теперь значит точно так же мы скажем что кси лежит в супер дифференциале если кси это элемент касательного пространства и у от сигма минус у от мю значит больше либо равно супер дифференциале по всем оптимальным планам оптимальные планы с проекцией минут тоже значит мю и сигма значит кси от x и y минус x дпи плюс у малая от дубль в 2 мю сигма при сигма стремящимся к ним вот значит ну и наконец вот это мы сказали ну и давайте такое утверждение сразу же утверждение что если суп и супер дифференциалы имеют общий элемент том множество вот это состоит ровно из одного элемента ровно из одного элемента значит вот давайте докажем значит ну на самом деле понятно что ну тут вот инфинум и супремум можно заменить просто на то что там для ну вот есть такое у малая что некоторые неравенство выполн для всех пи вот и и можно заменить точно так же здесь что другой неравенство же выполн для всех пи тут важно иметь ввиду что вот это о малая выбирается одно как бы для всех и еще конечно это просто аналогия того как определяется для обычных функций вот с учетом тех комментариев которые мы делали с вами в конце прошлой лекции да значит это аналог того как определяются суп и супер дифференциал для там выпуклых скажем функций ну или просто для функций и это то что мы тоже когда-то обсуждали вот когда оптимальную транспортировку обсуждать значит ну и вот теперь пусть пересечение двух вот состоит значит не пусто вот почему это только один элемент такое несложное упражнение но она немножко так сказать позволяет освоиться с этими определениями значит пусть у нас Пси это c0 бесконечность такая вот гладкая бесконечно гладкая функция с компактным носителем пусть эпсилон положить давайте посмотрим вот такое такое отображение x плюс эпсилон градиент Пси от x значит что это такое это градиент вот такой функции x квадрат пополам плюс эпсилон Пси от x при достаточно малом малом эпсилон функция x квадрат пополам плюс эпсилон Пси от x выпуклая но потому что как ее матрица вторых производных устроена это просто единичная плюс эпсилон на матрицу вторых производных функций Пси вот но при маленьких эпсилон это будет положительной определенную хорошую матрицу вот потому что Пси сперограниченная у нас значит при маленьких эпсилон это возмущение единичной матрицы так будет отлично симметричное положительная определенная матрица в вот значит вот мы будем далее считать что именно такие эпсилон мы и взяли теперь давайте возьмем в качестве сигма меру мю, которую мы перенесли под отображением х плюс епсилон градиент Пси от х. Значит, мы с вами знаем, что отображение вот это вот х плюс епсилон градиент Пси от х это оптимальное отображение для мю и сигма. Ну, а его график, значит, а график это как раз мера сидящая на графике, это оптимальный план, то есть мю кружочек х, запятая х плюс епсилон градиент Пси от х вот это мера Пи, это оптимальный план. Ну, это мы с вами знаем, просто потому что, значит, это мера с правильными проекциями, которая сосредоточена на циклически монотонном множестве, вот, собственно, поэтому это оптимальный план. И давайте посмотрим теперь, что нам скажут разного сорта наши определения. Значит, вот ессик Си лежит в Д плюс от У мю. Значит, что у нас будет? У от сигма минус У от мю. Вот, значит, что же это будет такое? Значит, ну, знаете, это меньше либо равно, ну, поскольку там инфинум, но можно взять конкретный план Пи, будет только не меньше. Значит, будет Кси от Х, значит, У минус Х дпи. Плюс вот У малая от W2 минус сигма. Ну, давайте смотреть. Значит, во-первых, если епсилон стремится к нулю, даже, даже давайте не так, даже, даже, даже будет проще по-другому. Значит, что такое W2 мю сигма, если это оптимальное отображение? Ну, мы знаем, да, что это тогда дает решение задачи Монжо, и это просто корень из, значит, интеграла Х минус Х плюс епсилон градиент Пси от Х в квадрате дмю. Ну, то есть, это будет епсилон на L2 норму Пси по мю. Соответственно, это стремится к нулю, когда епсилон стремится к нулю. Значит, что мы можем сказать, что вот это выражение О малое от W2 мю сигма. Значит, что оно из себя представляет? Оно представляет из себя О малое от сигма. От епсилон при епсилон стремящихся к нулю. Значит, теперь давайте поглядим, что здесь. Но поскольку вот оптимальный план выписан, то мы можем замену переменной сделать, и это превратится в интеграл Кси от Х, теперь будет У минус Х. Значит, У это как раз Х плюс епсилон градиент Пси минус Х. Значит, вот это епсилон здесь, градиент Пси от Х здесь, Д мю. Значит, это просто формула замены переменной. Замены переменной. Вот. Значит, что же получилось? Давайте вот я напишу. Итак, если Кси лежит в Д плюс У мю, то у нас получилось так, что У сигма минус У мю меньше либо равно то интеграл Кси от Х градиент Кси от Х д мю на епсилон плюс У малая от епсилон. Значит, все это при епсилон стремящемся к нулю. Теперь точно так же, если Кси лежит в Д минус У мю, то что получится? Будет У сигма минус У мю больше либо равно епсилон на Кси Х градиент Кси от Х д мю плюс У малая от епсилон. Точно такими же уговорами, как выше. Вот мы видим, что будет так. Ну а теперь давайте возьмем Кси 1 и Кси 2, которые оба лежат, значит, вот в пересечении. Оба лежат в пересечении, значит. Вот это. Значит, смотрите, получается, что для каждой из них выполняются оба вот эти неравенства. Ну, что это, например, означает? Ну, например, это вот, что означает. Берем, скажем, Кси 1 и пишем Эпсилон Кси 1 от Х градиент Кси от Х Д мю плюс У малая от епсилон. Значит, значит, и это вот смотрим вот сюда. Меньше либо равно У от Сигма минус У от мю. А оно, в свою очередь, меньше либо равно вот этого, но уже с Кси 2. То есть меньше либо равно Эпсилон Кси 2 от Х градиент Кси от Х Д мю плюс У малая от епсилон. Приэпсилон стоящийся к нему. Ну, давайте что сделаем? Ну, на епсилон поделим и Эпсилон стоимим к нему. Значит, что у нас получится? Получится, что интеграл от Кси 1 не превосходит интеграл от Кси 2. То есть Кси 1 от Х минус Кси 2 от Х на градиент Кси от Х Д мю. Я перенес просто в одну сторону. Меньше либо равно 0. Ну, теперь мы меняем Кси 1 и Кси 2 местами. Не важно, кто был первым, кто вторым. И получается, что на самом деле этот интеграл равен 0. Получается, что Кси 1 от Х минус Кси 2 от Х градиент Кси от Х Д мю равно 0. И вот это для любого Кси С0 бесконечность. Но это что означает? Это означает, что Кси 1 минус Кси 2 ортогонально вот этому нашему касательному пространству. Потому что это что за пространство было? Как раз тех самых замыкания тех градиентов Фи в Ль 2 мю. Вот. Но при этом они оба по определению лежат в этом пространстве. но тогда такое может быть только если они равны. Да, потому что тогда бы получается, что эта разность она ортогональна сама себе. Но ортогональность сама себе вектор только 1, нулевой. Значит, вот Кси 1 равно Кси 2. Тем самым получается, что если есть функция Кси, которая лежит и в верхнем, и в нижнем, и в супер, и в суп дифференциале в точке мюк, то такая функция только одна. Значит, далее вот у нас будет такое определение. Значит, если пересечение не пусто, не пусто, то у дифференцируемого да, я тут нехорошо написал, W дифференцируемого дифференцируемого F мю, а единственный элемент множества вот этого D плюс у мю D минус у мю значит, называется градиентом градиентом производной градиентом или производной у в мю и обозначается через такой вот символ дм му мю мю икс значит, это вот тот самый кси от икс, который единственный и неповторимый. То есть, что мы про это знаем? Мы знаем, что с такой функцией выполняется неравенство в обе стороны, сверху и снизу. вот значит, вот значит, такое вот определение W-дифференцированности. Значит, смотрите, еще ну, вот это, так сказать, утверждение, собственно, и гарантировало то, что можно так вот сказать, что это производная, это не какое-то множество, это конкретная некоторая функция. Естественно, она, ну, так сказать, почти всюду единственного образа определена. Ну, как все элементы L2. Мю, они, так сказать, это класс эквивалентности. Вот. Теперь давайте посмотрим на это значит, вот так. Значит, смотрите. Можешь на глупый вопрос? Ну, вы что, может, это будет самый уголный? Нет, вот этот мюх, это обозначение, что как бы х это аргумент вот этой функции кси. Да. Это в точке мюх, но это вот такой символ используют те, кто пользуется этой производной. Спасибо. Вот. Я в конце, кстати, вот сегодняшней лекции, главное не забыть, я хотел выписать некоторую литературу, по которой можно вот и при желании дальше что-то такое изучить. Вот. Ну, и где, на мой взгляд, наиболее просто написаны какие-то вещи. Значит, ну, это я вот в конце скажу. Да. Так, значит, теперь давайте какие у нас, значит, если вот определили дифференцирование, но обычно вот что-то, определили градиент, то те, кто, значит, вот дифференциальную геометрию учит, они знают, что, ну, как определяется, значит, градиент, да, помните, значит, вот у вас есть многообразие Риммонова, вот у вас, значит, есть отображение F, да, дифференциал F берем, смотрим на это, как на линейный функционал на касательном пространстве, да, ну, и поскольку многообразие, есть многообразие Риммонова, да, то, то любой линейный функционал, он определяет скат, ну, как скалярное произведение какого-то вектора, ну, какого, того самого, который мы обзываем градиентом, значит, вот в этой точке P, там, скажем, вот, на вектор кси, вот, значит, вот, теперь, ну, это хорошо, это фактически определение градиента, а как, как это, как этот градиент находить, что с этим можно делать, значит, ну, находить градиент, это все равно, что находить вот это скалярное произведение, Но мы знаем, что касательный вектор Он получается так Вы проводите через точку P кривую Гамма от T Берете F от гамма от T Это уже отличная Обычная гладкая кривая Вы ее дифференцируете Кривая такая, что гамма В нуле это P А гамма с точкой в нуле Это кси Значит, вот вы дифференцируете При T равном нулю И у вас как раз и получится В точности градиент F На кси То есть, например, если я хочу понять, как устроен градиент Я должен, ну, фактически сделать следующее Я должен подставить кривую Получить функцию одной переменной Продифференцировать ее И выражение, которое я увижу Вот и будет, так сказать Которое будет спаривать Вектор скорости гамма с точкой В нуле С некоторым Поражением Это и будет с некоторым вектором Вот то, с чем будет спариваться Это и будет градиент F Значит, это некий прям алгоритм Того, как можно узнавать Градиенты F Вот если Вы откуда-то уже знаете Там гладкости F Вот вам надо найти Значит, вот вы делаете эту штуку Теперь спрашивают Ну, а здесь Будет ли это согласовываться В нашем случае С вот этим вот Очень простым Классическим рецептом Значит, ну, ответ Да, будет, значит Вот утверждением Значит, пусть У от мю минус у от сигма Липшца Вот И Значит И Дубль В дифференцируема Значит Всюду На П2 Значит И всюду Дубль В дифференцируема Значит Тогда А, да, давайте так Пусть Мю Т Это абсолютно Непорывная Кривая С Касательным Вектором Касательным Вектором Ну, векторным полем На самом деле Б От Х Т Вот тем самым Касательным Который мы там Строили какое-то время Назад Обсуждали его И так далее Значит Тогда Т Переходит В У От мю Т Это Абсолютно Непорывная Функция Уже Функция Функция И Для Почти Всех Т Ее Производная Ну, которая Как мы знаем Абсолютно Непорывная Функция Выражается Так Это Значит Интеграл От Д М У Мю Т Х Б Икс Т Д Мю Т Вот Это Точности Прямо С учетом Нашего Определения Касательного Пространства Того Какое Скалярное Произведение На нем Берется Это Прямо Получается В точности Аналог Вот Этого Простенького Равенства Значит Вот Давайте Это Докажем Давайте Докажем Значит Ну Как Это Можно Доказать Ну Например Так Смотрите Значит Во-первых Поскольку У Липшцева То У От Мю Т Минус У От Мю С Оценивается С на W Мю Т Мю С А это Оценивается Значит С на Интеграл От С на Т Метрическая Производная Мю Штрих Тау Де Тау Значит Ну И тем Самым Мы видим Мы знаем С вами Что это Означает Что Т В У Мю Т Это Как раз Абсолютно Непрорывная Непрорывная Функция Вот А значит Для почти Всех Т Существует Существует Производная Обычная Честная Производная Функция Одной Переметы Вот Значит Теперь Ну вот Оно Оно Конечно Существует И Все здорово Но мы Еще хотим Его вычислить Значит Теперь Что мы С вами Будем Использовать Значит Давайте Значит Вот Посмотрим Значит Итак У нас Есть Е Это Множество Полные Меры Полные Меры Ну вот Там В отрезке Ноль Тен На котором Все Происходит Да Вот Такое Что Давайте Это Будет Е1 Что Для Любого Т Из Е1 Существует Вот Эта Производная Теперь У нас Есть Множество Е2 Тоже Множество Полные Меры Значит Меры Т Такое 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 Что Для Всякого Т Существует Метрическое Производное Ну Ну В каком Смысле Значит То есть Существует Предел При С Стремящийся К Т W2 Мю Т Мю С Делить На Т Минус С Значит Вот Это тоже Мы с вами Доказывали Знаем Что это Множество Полные Меры Ну И Наконец Нам Потребуется Еще Одно Третье Множество Значит Которое Тоже Множество Полные Меры Которое У нас Возникало Значит При доказательстве Теоремы О свойствах Касательного Вектора Сейчас Я напишу Значит Что это Значит Для любого Т Из Е3 Выполняется Следующее Значит Предел При А Стремящемся К нулю 1 на H В квадрате Интеграл Y Минус X Минус H B X T В квадрате По Плану Т Т Плюс H Значит Равен Нулю Где Пи Т Т Плюс H Это У нас С вами Оптимальный План Какой-то Какой угодно Оптимальный План Для Мю Т И Мю Т Плюс H Вот Вот мы С вами Доказывали Значит Когда Значит Я напомню Когда это Возникало Было такое Утверждение У нас Что W2 Мю Т Плюс H Значит Мю Т Кружочек Х Плюс H B B От X T Минус Первый Значит Делить На H Стремиться К нулю При Почти Всех Т Вот Вот мы С вами Когда Это Делали Мы Мы Делали Так Мы Брали Оптимальный План Вот И если Вы помните То мы Оценивали Некоторые Выражения Ну что Оценивали Мы просто Говорили Ну давайте Возьмем Это в квадрате От этого Ничего Не поменяется Так И возьмем Вот такой Вот этот План И возьмем Его образ При отображении Значит X Сейчас Вот X Плюс H B X T Запятая Y Вот Значит Это будет Тогда план Для Мю Т Плюс H И Мю T Вот X Плюс H Там B X И так Далее Ну и Когда мы Подставляли То получалось Что нужное Нам выражение Оно Оценивалось 1 на H Квадрат Вот как раз Y Минус X Минус И И вот Сейчас Мы Этим Будем Пользоваться Значит И так Вот смотрите Мы завели Множество Где Сама Функция У Мю Т Дифференцируем Множество Где Метрическая Производная Существует И множество Где Значит Вот это Сходит К нулю Значит Вот где В качестве Пи Т Т Плюс H Можно взять Какой Хотите Оптимальный План Не важно Вот От этого Никак Если вы там Вспомните Как там делалось Не зависело То как Это приближается К нулю Здесь на самом деле Можно Еще дописать Супремум По таким Оптимальным План Значит Вот Вот мы теперь Берем Значит Множество Берем Т Которое Лежит В пересечении Этих Трех Множеств Пересечение Множеств Полные Меры Конечного Числа Это опять Множество Полные Меры Теперь мы можем Считать Что для Т Выполняется Все То что мы Написали В частности Мы можем Взять H Больше Нуля И Написать U От Мю Т Плюс H Минус У От Мю Т И когда Мы поделим Это на H Мы будем Знать Что это Будет Стремиться При H С Нулю К Производной Вот А теперь Давайте Эти разности Оценим Исходя Из Определения W Дифференцированности Что это Будет Такой Будет U От Мю Т Плюс H Минус У От Мю Т Ну Давайте У нас Для Значит Производа Полняется 2 В 2 Стороны Неравенства Значит Вот Мы можем Писать Что это Меньше Либо Равно Значит Интеграл ДМ У Мю Т Х Значит На У Минус Х По плану Который Соединяет Как раз Т и Т плюс H И плюс 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 О Малая От W 2 Мю Т Плюс H Мю Т Вот Значит Теперь Делаем Делаем Совершенно Такую Ну Очень Простую Процедуру Вычитаем Отсюда HB Значит Вычитаем HB XT И Добавляем HB От XT Значит Ну и Что же Получается Получается Что это Равно То Что С H Добавили Будет H На Интеграл Здесь Будет DMU Мю Т X B XT И Поскольку Здесь Все Зависит От X А То Вместо Плана Можно Писать DMT Да Еще раз Почему Потому что Здесь Нету Y Теперь Плюс То Что Осталось Ну Давайте Смотрите Что там Осталось Осталось Вот Это Производная И Вот Это Y Минус X Минус H B X T D P T T Плюс H И Плюс О Малое От Значит W2 Мю T Плюс H Мю T Закрываем Значит Теперь Ну Делим Теперь На H И Смотрим Что же Получилось Значит Ну Прежде Нам Еще Нужно Оценить Ну Тут Какие-то Вещи Понятны Как себя Ведут Скажем У Малое Расстояние Между Мю T Плюс H И Мю T Ну После Деления H Расстояние Деленое H Будет Стремиться К Конечному Пределу Потому что Мы Так Выбрали T Когда Этот Предел Есть Ну А У Малое Будет Стремиться К Объяснить Чего Происходит После Деления На H Что Здесь Будет Такое Происходить Но Давайте Посмотрим Значит Вот Отдельно Слагаемое Напишем Это Значит Y Минус X Минус H На B От X T D P T T Плюс H Значит И Неравенством Давайте По Модулю Оценим Неравенством К Значит Что Это Будет Вот От этого L 2 В Мю T Хотя Вот Здесь Ну Понятно Да В Мю T Потому Что L 2 По Плану Но Только X И Поэтому Будет Просто Мю T Теперь На Что Это Будет Умножаться Значит Смотрите Будет Умножаться Дайте Напишу Вот Так Подробно Значит Это Будет Y Минус X Минус H B X T В Квадрате По Вот Этому И T T Плюс H Вот Ну И Теперь Видно Вот Знаете Дайте Вот Вот Это Покажу Да Когда Мы Отделим На H Квадрат Это Все Оно Еще Стремится К Нулю То На самом Деле Вот Эта Штука Это Просто У Малая От H При А Тремящемся К Нулю Значит У У У С В У У У Мю То есть У От Мю Т Плюс H Минус У От Мю Т Оценивается Значит H Ну Ну вот Это Вот Д М У Мю Х Б Мю Т Х Б Х Т Д Мю Т И Все Что Останется Это У Малая От H Значит Ну и Все Переходим Предел Получается Что Производная Д По ДТ Ну Делим На H И H Устремляем К Ну Получаем ДТ Д По ДТ У Мю Т Меньше Ребро Равно Тому Что Нам Нужно Вот Ну а Теперь Это Мы Чем Воспользовались Выше Значит Мы Когда Стали Расписывать Это Мы Воспользовались Тем Что У Нас Это Д М У Значит Оно Лежит В Д Плюс Вот Ну а теперь Можно Воспользоваться Тем Что Оно Режит Д Минус И Аналогично Получить Больше Либо Равно Ну а Значит Равно Вот Вот Так Вот Можно Значит Можно Доказать Значит Вот Это Вот Это Равенство Вот Ну и Давайте Чтобы Значит Теперь Ну это Все Какие-то Теоретические Утверждения Давайте Что-нибудь Продифференцируем Значит Ну вот Славь Спрашивается А А Какие Примеры Чего Дифференцировать Что На Пространственный Мер Естественно Дифференцировать Ну и Вот Тут Такое Вот Давайте Прежде чем Примеры Приводить Такое Замечание Сделаем Замечание Пусть У нас Значит Ну пусть Например Х Это Компакт Компактное Метрическое Пространство И вот Мы взяли П2 От Х Ну Может Даже Не П2 А П Просто П От Х Значит Ну Вы Знаете Что Если Х Компактное Метрическое Пространство Пространство Вероятностных Мер На Х Тоже Компактное Тоже Компактное Метрическое Пространство Ну вот Например Там С метрикой Конторовича Рубинштейна Подносительно Метрики Конторовича Рубинштейна Вот Значит Ну и Давайте Посмотрим Множество Вот Таких функций, значит, они выглядят так. Сейчас, ну, давайте вот сообразим, сообразим, ну, наверное, сейчас, наверное, ну, вот такие годится брать, такие, значит, вот, скажем, c1, ну, давайте, c0 плюс c1 на, значит, интеграл φ1 дмю плюс так далее, плюс cm интеграл от φm дмю значит, вот в степени m значит, где ну, вот, вот все такого сорта выражения значит, где что, ну, вот цииты ну, какие-то вещественные числа а φииты значит, ну, вот это просто, скажем, непрорывные там, ограниченные но это не обязательно сейчас будет понятно, что можно порвали значит, ну, а m вот у нас натуральные с ним вот, вот берем все такие выражения значит, что можно сказать про значит сейчас, ну, вот я нехорошо, может быть, здесь надо было ну, давайте вот-вот здесь еще сделаем m1, а здесь сделаем сделаем какой-нибудь эти какие-нибудь там k1, а здесь km k k и так наверное, так проще лучше всего значит, вот ну, а m это тоже бегает там значит тоже натуральность вот вот такого сорта выражения берем ну, c0 может тогда не писать на самом деле будет будет красивше такие вот все возможны такие линейные комбинации таких вот интегралов значит что можно про это сказать ну, что смотрите значит, это множество давайте поймем значит ну, вот его как-нибудь обозначим а ну, понятно, что это подмножество пространстве непрерывных функций на компакте ну, вот на этом да, кстати здесь можно b не ставить если я компактность потребовала на p от x так ну, потому что это непрерывная относительно слабой исходимости все супер непрерывная классная значит классная непрерывная функция вот теперь понятно, что здесь единичка лежит понятно, что а это алгебра алгебра ну, то, что сумма таких такая что произведения таких тоже такое вот ну, и последнее понятно, что а разделяет точки разделяет точки почему а разделяет точки ну, потому что если мю не равно сигма то вы знаете что найдется такое фи непрерывное что интеграл фи дэмю будет не равен интегралу фи дэсигма значит а интеграл фи дэмю это отличное значит вот ну, как отображение мю переходит сюда это лежит в нашей алгебре вот то есть получается что вот это множество это множество значит является алгеброй с единицей и разделяет точки но что тогда известно тогда по теореме Стоуна-Вирштрасса Стоуна-Вирштрасса значит замыкание а это и есть все непрерывные функции на пространстве мер вот то есть смотрите вот эти выражения которые мы здесь написали они играют роль своего рода многочленов на пространстве вероятностных мер вот если вот вы знаете что что ну в классическом анализе да и исторически так было что функции они появляются как такие вот обобщения очень серьезные обобщения многочленов что изначально есть вот многочлены потом появляются такие вот бесконечные их суммы типа степенны да ряды потом значит мы отрываемся от такого буквального понимания функции появляются всякие зависимости но каждый раз когда абстрактная функция оказывается достаточно гладкая она раскладывается там как-то по Тейлору еще чего-то ну и получается значит вот сводится обратно все к многочленам поэтому когда мы пытаемся осознать какие-то функции мы всегда как бы стартуем в нашем понимании от многочленов так вот полезно поэтому когда вы обсуждаете функции на каких-то там пространствах необычных как например пространство вероятностных мер спрашивается какие там функции типичные вот надо искать что-то что похоже на многочлены но чем хороши многочлены но это вот замечательная значит алгебра содержащая константу разделяющие точки и так далее вот их замыкание это все не порывно вот вот пример такой алгебры значит в когда мы рассматриваем функции на пространстве вероятностных мер и вот исходя из этого замечания которое вообще полезно иметь ввиду мы с вами и посмотрим дифференцируемость в первую очередь на таких на функциях на функционалах такого вида давайте возьмем у от мю вот но мы мы себе конечно максимально упростим здесь у нас и времени на это нет ну и ну и в общем это всегда не очень банальные рассуждения когда пытаться здесь максимальную общность приобрести ну вот мы давайте посмотрим вот такую функцию значит здесь будет gd мюл значит где будем считать что g это цена бесконечность на rd хотя это совершенно не обязательно можно сильно уменьшить требования а от f будем считать что ну 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 будет просто c2 c2 на r но на самом деле поскольку значит то что мы сюда внутрь подставляем мюл вероятностная g у нас цена бесконечность то вы в реальности каждый раз работаете каждый раз в f подставляете что-то лежащее на отрезке вот на самом деле вот давайте это отметим что интеграл g демюл он очевидно лежит от максимума g до минимума g вот и поэтому собственно вы смотрите f вот если это а маленькая это b маленькая то вы смотрите f на отрезке а b и больше вас ничего не интересует вот ну вот такую вот посмотрим такую функцию и попробуем ее значит понять как у нее устроен значит что она дублево дифференцируема и посмотрим чему равна ее производная значит вот градиент чему равен ее градиент ну вот давайте поглядим ну что это будет значит ну ну надо взять у от сигма минус у от вот ничего не меняется как раньше надо было всегда выписывать приращение так и здесь будем выписывать приращение значит д сигма минус ф ж дмю вот ну что с этим делать ну мы знаем что ф дифференцируема да значит мы можем написать что это будет ф штрих от ж дмю на приращение плюс ну давайте вот на следующем шаге остановимся напишем ф два штрих к в какой точке гамма вот значит на ну вот на это приращение в квадрате значит что мы знаем про гамма ну гамма какая-то какая-то точка вот из этого самого отрезка АБ больше ничем не знаем но во всяком случае мы знаем что ф штрих от гамма это ну ограничено какой-то константы там а да надо надо вот конечно вот теперь давайте смотрите а что это за приращение интегралов по ну здесь я просто написал Тейлор не мучаюсь для функции f маленькой написал Тейлор теперь смотрим что такое интеграл g д сигма минус интеграл g д мю ну мы такое с вами умеем делать значит пусть пи это какой-либо оптимальный план для мю и сигма значит что тогда будет получаться будет g от у минус g от х по вот этому оптимальному плану значит ну и давайте вспомним значит поскольку функция g у нас c0 бесконечность то в частности g от y минус g от x не превосходит какая-то константа ну давайте мы тут константы именуем значит mg на x минус y вот но это означает что вот такое выражение оно оценивает с чем m g на интеграл по dp от модуля x минус y да но применяя неравенство каши мы сразу получаем корень от интеграла от x минус y квадрат по dp то есть метрика конторовича mu sigma значит вот такая оценка это сразу нам что говорит что вот это выражение скажем последнее оно устроено как оно оценивается смотрите значит оно по модулю оценивается там 1 2 mf mg в квадрате w2 mu sigma в квадрате значит это заведомо о малое от w2 mu sigma вот это добавок заведомо о малое от w2 значит теперь давайте поглядим поточнее что такое g от y минус g от x значит ну пользуемся опять Taylor для функции g значит что это такое это будет значит градиент g от x на y минус x плюс ну будет стоять какая-то функция h от x y про которую мы что знаем мы знаем что модуль h от x y оценивается константой ну давайте уже просто m на x минус y в квадрате опять же когда это что означает что если я интегрирую h x y под и пи то это оценивается через m на w2 в квадрате расстояние мю сегма то есть этот добавок опять дает нам у малая от w2 мю сегма значит что же в итоге у нас получается получается что у от мю у от сегма минус у от мю значит подставляем сюда будет f штрих интеграл g дмю значит здесь у нас будет интеграл от чего значит только вот от этого это будет градиент g от x y минус x d пи совершенно любой оптимальный план да пи какой угодно оптимальный план для мю и сегма и плюс о малая от w2 мю сегма при сегме с теряющим секунду вот где это малая уже никак не зависит значит то малая не зависит от пи вот ну и теперь сразу отсюда что получается во первых сразу отсюда получается что у w дифференцируема и что же такое ее производная значит d m q мю x это f штрик тегал g d мю на градиент g x вот вот с этим выражением выполняются одновременно неравенство сверху и снизу вот значит вот мы получили значит вот такое значение производства вот значит это значит вот пример вычисления дуба его такой производной и значит пример проверки того что отображение является ну фактически это мы научились вычислять значит вычислять дифференцировать многочлен ну вот одночлен в данном случае но ясно что теперь любой многочлен можем продиференцировать значит это вот пример теперь значит знаете это была производная вот такая ее еще иногда называют геометрической производной значит которая вот возникает прямо из аналогии с римоновым многообразием и вот всячески подчеркивается вот эта связь с геометрией теперь другой подход к дифференцированию значит совсем совсем такой другой значит так называемое L дифференцирование значит смотрите тоже в общем идея красивая значит ну это то что называется производная Леонса производная Леонса или L производная значит что предлагается делать смотрите пусть омега там А А Ф и П достаточно богатое вероятностное пространство ну что это означает то есть для всякой вероятностной меры мю на РД существует случайная величина величина 0 1 а в качестве P меру Лебеда это уже будет вполне себе достаточно богатым пространством ну можно дать более общее описание но значит вот фиксировали какое-то пространство с вот этим свойством что всякое распределение есть распределение случайной величины на этом пространстве вот понятно что не любое годится скажем если вы взяли изначально какое-нибудь дискретное то уж там из трех точек то ясно что не любое бы годится не любое распределение было бы реализовано как распределение случайной величины но если оно достаточно богатое то вот это верно теперь пусть у нас есть функция из P2 Rd V тогда эту функцию можно поднять до функции на L2 ну значит на случайных величинах имеющих конечно второй момент то есть тогда можно вот что сделать можно определить новую функцию которая будет L2 омега отправлять в R по такому правилу U с волной от X это есть U от распределения X где M это вот распределение X то есть мы взяли вот так подняли U на вот это вот пространство функций но теперь что замечательно это очень близко по духу кстати с той идеей которую мы обсуждали когда выводили ну когда вводили понятие W дифференцируемость мы тоже значит считая что M достаточно регулярные меры подменили меры на оптимальное отображение и подняли на L2 с помощью оптимальных отображений а вот Леонс предлагает делать иначе он говорит ну это все какие-то там оптимальные отображения это все сложно вот естественно наивная очень естественная идея за каждым распределением стоит случайная величина а значит задав функцию на распределениях мы задали функцию на случайных величин ну и будем говорить что значит определение определение значит U L дифференцируемо в точке μ если существует случайная величина x значит с распределением μ такая что U с волной дифференцируемо по фрише в точке x то есть будем дифференцировать U так поднимем ее на функции там честно продифференцируем по фрише это просто можете считать обычной дифференцированной как вот оно там что приращение есть линейная часть плюс O малая от того что написано значит то есть ну вот что это начать давайте я напишу значит вы берете U с волной от x плюс h минус U с волной от x и вот у вас должно значит получаться что скалярное произведение да значит ну вот ну можно тут как угодно по P но удобнее писать мат ожидания потому что ну на вероятности там пространство случайной величины мат ожидания градиент там да то что значит на приращение плюс O малая вот нормы x нормы h ну даже ну хорошо давайте нормы h h стремящемся к нулю где ну норма h как положено это корень есть мат ожидания h квадрат вот собственно и все вот то есть это обычное честное дифференцирование как вот полагается все знают что в l2 функционалы устроены как скалярное произведение то что получается в скалярном произведении это градиент или производная значит вот пусть будет точнее и вот это новое такое новое определение ну давайте вот мы прежде чем там теоремы помолилось вот пример посмотрим простенький такой пример он заодно нам может подскажет что же это за объект такой получился ну вот давайте возьмем в качестве умю возьмем совсем простую вот такую вот ну и пусть же как и было там цель бесконечности и давайте попробуем понять дифференцируем это полеонс или нет значит и что это будет значит что я должен сделать значит я должен взять у с волной от x значит где x значит как это будет задано что такое у с волной от x значит я у x распределение мюл значит тогда что такое интеграл g д мюл ну взяли случайную величину с распределением что такое интеграл какой-то функции g д мюл что это за выражение такое не подумайте пока слайды представляю ну конечно это просто мат ожидания значит вот вот у нас здесь написано просто мат ожидания g от x так теперь что мне говорят делать ну давайте дифференцировать значит x плюс h минус у с волной от x значит вот я пишу мат ожидания g от x плюс h минус g от x здесь просто случайные функции стоят а g это отличная гладкая функция ну как будем расписывать ну так и будем расписывать значит это что такое будет будет равно там будет значит мат ожидания градиент g от x на h вот и значит плюс мат ожидания ну чего ну какой-то можно так написать значит что это будет какая-то функция ну давайте там g большое от x от x плюс h где про g большое ну скажем когда оно там от x и y мы знаем что это по модулю оценивается константа на значит x минус y в квадрате в квадрате правильно значит что что это будет здесь означать это будет означать что мат ожидания g от x x плюс h будет оцениваться ну вот эта константа m g на ожидание от h в квадрате но это просто означает что такое tmg на норму h в квадрате это конечно малая от нормы h то есть мы получили что u с волной от x плюс h минус u с волной от x это мат ожидания градиент g от x h плюс u малая от нормы h то есть наша функция оказалась дифференцируема по леонцу и смотрите что мы нашли в качестве градиента вот этого поднятой вот этой функции u с волной значит оказалось что это вот что такое что это градиент g который подставили величину x вот значит это наводит на мысль вот смотрите если мы поднимемся вернемся обратно посмотрим сюда ну вот у нас f было значит f было x ну просто f от t равно t да то есть f штрих единичка и знаете получилось что схоже да тут градиент g от x получился и там получился градиент g от x но только сюда подставили вот надо подставить случайную величину x значит ну естественно это все определяется там почти наверное да это значит это наводит на мысль что эти дифференцирования как-то связаны ну и вот замечательным образом оказывается что верна такая теорема вот мы с вами ее доказывать не будем это такой весьма трудный факт но он трудный в одну сторону в другую сторону не очень трудный вот но поскольку у нас времени не очень много осталось я доказывать вот я думал что если побыстрее будет то мы в одну сторону докажем вот но сама по себе полностью эта теорема сложная значит и в общем недавняя теорема звучит так значит если у значит w дифференцируема в точке му тогда и только тогда когда u l дифференцируема в точке му в случае дифференцируемости в случае дифференцируемости значит вот это вот d а значит в случае дифференцируемости давайте только так l дифференцируем в точке му в случае дифференцируемости значит u с волной u с волной дифференцируема во всяком x вот смотрите в определении производной если существует случайная величина то есть не требует априори не требуется чтобы в каждой такой было а вот в итоге оказывается так что будет дифференцируем во всяком x у которого распределение мю и д у с волной от x почти наверное будет равно д м у мю в которой подставили x вот то есть знаете что еще замечательно это свойство дифференцируемости не зависит вот в производной леонце очень красивая идея самой производной как это можно сделать но она вообще-то зависит от выбора вероятностного пространства вот вы у нас как мы выбрали вероятностное пространство и что-то там делаем и можно было бы думать что выберешь по-другому вероятностное пространство и получится другой результат или выберешь там значит значит вот или скажем более частно пространство зафиксировали но по-разному можно выбирать случайные величины мы знаем могут очень сильно отличаться а при этом иметь одно и то же распределение так вот замечательным образом оказалось что это не зависит ни от выбора вероятностного пространства ни от выбора случайной величины и ответ значит совпадает с ответом при дубль в дифференцируемости то есть вот замечательная совершенно вещь то есть производная леонца это другой взгляд на вот эту геометрическую производную ну и вот там задача где в теории вероятности всплывают часто там любят L дифференцируемость использовать потому что вот оперируют уже с случайными величинами и так далее в более геометрических таких или аналитических даже изложениях предпочитают дубль в дифференцируемость скажем когда там выпуклые какие-нибудь функции на пространстве меры и так далее вот но оказывается что это одно и то же вот это весьма небанальный результат значит но но вот очень приятно вот но это вот то что касается L дифференцированности полеонус теперь последний тип дифференцированности значит такой вот так сказать то что называется flat derivative вот это такой самый простой подход к дифференцированности дифференцированным отображениям на пространстве меры значит он такой вот почти как почти как школа значит и так вот пусть пусть у у нас отображает rdvr вот значит будем говорить говорить что у это отображение класса класса c1 если существует функция вот так обозначает значит это функция p2 rd на rd vr вот значит непрерывная по совокупности переменных ну и можно для простоты считать ограниченное хотя это не обязательно считать значит но 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 вот если считать что она еще ограниченная то то не будет никаких дополнительных моментов по поводу интегрирования значит непрерывная пусть будет ограниченная ограниченная вот такая что значит выполнено следующее равенство u от сигма минус u от мюл это интеграл от нуля до единицы интеграл du odm от мю плюс t сигма минус мю запятая x значит а здесь будет сигма минус мю dx dt это смотрите что такое просто написали то что мы в классическом анализе с вами пишем как вот написать f там от y минус f от x вот мы можем писать что это единица f штрих от x плюс t y минус x там значит y минус x все все это dt вот полный аналог такой простенькой формулы которую ну и то что мы реально используем на самом деле в большинстве случаев когда мы хотим использовать дифференцируемость для функций первой производной вот мы пишем такое представление когда хотим использовать более высокие ну вот пишем там всякие тейлоровские разложения то есть это прям вот то что мы действительно часто пользуем когда говорим про дифференцируемые функции значит вот взяли это равенство и используем его теперь как определение функции класса c1 что найдется значит отображение что вот аналогичная формула верна для значит как осознать вот эту вот производную как ее увидеть вот есть очень простое симпатичное упражнение ну утверждать утверждение утверждение значит утверждение что значит если у c1 то ду по дм от мю там ну давайте какой-нибудь y это предел при h стоимящемся к нулю u от мю плюс h дельта y минус мю минус у от мю делить на h так вот почти что частная производная вот значит только с дельта мер превращение в сторону дельта мер такая получается что вот эта производная она получается так вот у вас есть мю есть дельта меры точки y ну вот вы просто такой простейший линейной интерполяции их соединяете вот значит ну и смотрите что получается если такой предел есть можно и в обратную сторону если такие пределы есть и значит они вот образуют непрерывные ограниченные функции то значит функция у окажется класс цель вот то есть это на самом деле одно и то же говорить так или говорить что есть значит интегральное представление ну вот давайте докажем заодно немножко потренируемся вот с этой производной ну собственно что доказывать надо подставить да значит вот у нас у от мю плюс h дельта y минус мю минус у от мю значит ну по определению это что означает интеграл от нуля до единицы а теперь я должен что сделать значит вот это ду подымю значит от чего смотрите значит мю плюс t sigma минус мю значит мю плюс t тут то есть что будет если из igma вычесть мю ну будет просто h то есть будет t h здесь дельта y минус мю а только слушайте вот я забыл я значит знаете здесь поскольку sigma стоит а это вероятностные меры то ничего не меняется когда мы добавляем сюда плюс или минус константа вот если мы где у по дм добавим плюс-минус константу то это равенство не меняется поэтому вообще говоря вот это вот выражение ду по дм оно определено стоящих до константа сдвига на константу но и вот мы в качестве ну константу по иксам имеется ввиду да то есть от мю оно может зависеть а вот это от икса не может и поэтому принято значит нормировку делать нормировку значит нормировка такая что ду по дм от мю x интеграл по дм нулевой вот вот это сдвигом на константу можно считать константа может зависеть от мю да то сюда эти константа от мю зависит от мю но они зависят от икса это значит что всегда можно считать что это сдвинута так начну просто вычли из-за у по дм вычли я интеграл под подымем вот и все вот значит это вот такая нормировка, которую мы все время с вами будем использовать значит будем всегда считать, что вот эта функция выбрана именно так, чтобы выполнялась вот эта равенство значит теперь вот именно для такой функции мы и вот это равенство утверждаем, то есть после нормировки такой получается ну вот мы сейчас с этим здесь столкнемся значит будет x теперь что будет мю минус сигма минус мю, но опять h, давайте h вынесем и здесь останется просто дельта y минус мю dx ну и dt вот ну и теперь делим на h на h и h устремляем к нулю помним, что у нас все непрерывно ограничено можно спокойно переходить к пределу вот и смотрите, что получается получается, что предел при h, стремящемся к нулю у от мю плюс h дельта y минус мю минус у от мю делить на h это вот что такое значит смотрите, значит что здесь будет ну вот здесь просто вместо мю плюс th останется мю вот, а больше здесь h нигде нет значит вот у нас получится интеграл от нуля до единицы а кстати сказать и t не останется поэтому интеграл по t можно снять значит интеграл по t не нужно писать у нас останется просто интеграл по x от du по dm от мю x а здесь будет дельта y минус мю dx смотрите, смотрите интеграл по мю ноль значит остается только интеграл по дельта мере ну и это будет du по dm мю y вот, ну вот ровно то, что обещали значит хорошее упражнение в общем несложное упражнение значит понять, что в обратную сторону тоже верно вот, но значит естественно так же как и раньше нас интересует ну вот есть какое-то дифференцирование ну вот давайте какой-нибудь опять пример посмотрим опять тот самый самый базовый пример значит вот у от мю интеграл gd мю значит и давайте попробуем понять значит, что это за такое будет выражение значит в принципе можно и f от интеграл gd мю сделать это не очень в принципе она может быть даже более показатель давайте сделаем f от gd ну вот как обычно пусть будет у нас c2 а g будет c0 бесконечности ну вот мы начинаем значит у от сигма минус у от мю ну что это такое ну вот можно написать так что это от нуля до единицы значит f штрих от интеграл gd мю плюс t на интеграл g d мю минус d d d sigma минус мю sigma минус мю на что на интеграл g d sigma минус мю это просто разность интегралов да dt но это что означает что что мы взяли вот такую значит что же здесь будет d u по dm от значит мю x что это такое ну вот надо это внутрь внести сюда под интеграл значит и видно что будет ну стоишь до нормировки тут а ну нормировка здесь не нужна здесь ну сейчас мы напишем будет понятно значит будет f штрих от интеграла gd мю здесь как раз стоит линейная интерполяция между двумя так а а здесь ну что еще остается еще остается значит g от x ну по хорошему поскольку мы решили с вами что нам нужно чтобы интеграл под имю был 0 но вот мы должны отсюда вычесть интеграл gd мю так уж ну и тогда будет выполнено это равенство вот с такой функцией ее интеграл будет 0 значит обратите внимание получилось не то же самое что когда мы рассматривали w дифференцирование или l дифференцирование и спрашивается а можно ли как-то связать одно с другим значит вы смотрите вот это получилось как flat derivative смотрите как там w или l производная значит что такое у нас dm u mu x значит что это у нас это f штрих интеграл g dm ну прям как здесь а там градиент g от x то есть смотрите чем они отличаются они отличаются дифференцированием вот то есть получается что одно значит получается так что у нас вот это производная это просто d по x от d u по dm от mu x ну если такое существует в данном случае существует получилось вот так ну и замечательным образом это действительно так то есть действительно есть следующая связь с значит с w дифференцированием значит такая теорема вот значит что если u c1 и существует dx d u по dm от mu x который у нас ограниченное и непрерывное по совокупности переменных всегда когда пишут например значит по mu x вот то u w ну а значит и l дифференцируема и производная градиент смысле w дифференцируемости это и есть dx d u pdm mu x и вот надо сказать это часто используется именно такой подход к w дифференцированию потому что смотрите здесь не нужно никаких оптимальных планов да никаких поднятий там на пространстве случайных величин ничего взяли вот такую очень естественное определение c1 дифференцированности вот ну пусть теперь есть еще и производная по x ну и тогда вот оказывается что это связано с тем что было значит в предыдущих определениях вот и поэтому очень часто в приложениях там к разным задачам я вот еще скажу чуть позже об этом значит я буду про литературу говорить очень часто именно так и делается определяется вот это дифференцирование с которым можно работать практически как на школьном уровне а дальше объясняется как это связано с другими типами дифференцированности и связано вот так значит это позволяет находить разные производные вот можно например это даже упрощает в общем-то нахождение вот этого градиента в смысле W дифференцированности вот ну и вот давайте пример посмотрим последний на этом наверное закончим значит вот такой пример давайте попробуем сделать значит это будет минус одна вторая а может плюс давайте плюс значит одна вторая интеграл W X минус Y Mu DX Mu DY значит вот W пусть будет четной функции вот и значит пусть W там не знаю для удобства класса C2 B так что там с гарантией вот значит давайте мы ну не будем проверять что ну вот так вот прям по определению а воспользуемся тем что значит вот 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 C1 дифференцированность что это обратимое утверждение что если вот это выполнено и получилось хорошее DU по DM то значит U будет C1 поэтому сразу же будем значит вот вычислять вот эту производную так только давайте наверное в точке А чтобы у нас путаницы не возникло можно еще один глупый вопрос ну давайте а почему там везде буква M это чья-то прихоть или это что-то как бы значит почему DM не ну но имеется ввиду что дифференцирован по мере ну то есть буква M это мера да хорошо просто ну потому что смотрите вот например ну выше тоже это вопрос там значит там видите там везде в ответ появляется градиент градиент как функция она еще от x зависит и поэтому здесь просто du написать будет чудно непонятно что было до этого до этого была функция от x или от mu или от того и другого или еще как ну вот поэтому в этих определениях все время подчеркивается что мы именно по по мере как бы что вот это именно производная по мере возникло понял спасибо вот значит ну как этот предел ну давайте посмотрим значит вот значит h стремится к нулю значит что у нас будет вот ну надо взять u от mu плюс h на дельта а минус mu минус u от mu делить на h вот ну вот надо подставить это в это u значит ну ну давайте вот я подставлю значит что это будет значит ну вот предел там понятное дело значит одна вторая смотрите ну будет w от x минус y но теперь здесь что здесь стоит просто произведение мер mu на mu да значит вот я вместо каждый должен подставить mu плюс h на дельта а минус mu умножаю на то же самое mu плюс h на дельта а минус mu вот и должен вычесть отсюда ну там еще один на 2 h давайте 1 на 2 h значит вот такую w где mu умножается на mu вот ну это как квадратичная штука раскрывается все линейно все эти произведения по мерам линейно раскрываем ну что там где mu mu сокращается там где вот эти перемножаются с этим сокращается дальше где вот это перемножается на вот это тоже там h квадрат появляется это будет предел 0 значит какие только остались которые непонятны ну вот такие mu вот на это и вот это на mu вот там h сократится и после предела они останутся значит что получится будет 1 2 значит w от x минус y значит mu первое всегда по x второе по y значит mu на что на delta a минус mu плюс 1 2 w от x минус y а здесь теперь наоборот значит delta a минус mu на mu вот ну давайте напишем что же это будет такое значит ну смотрите когда на delta меру умножается просто надо одну за колючку снять и вместо соответствующей переменной поставить букву а значит будет 1 2 интеграл от w x берется по мере mu а по y ставим a ну и получается mu dx да вот такая штука теперь то что mu на mu ну это какая-то константа будет мы потом допишем теперь давайте со вторым плюс 1 вторая интеграла смотрите то же самое но только надо поставить а на первое место а минус y mu da y так значит ну и что еще осталось ну еще осталось интеграл w x минус y mu на mu но это константа она там никак не зависит теперь знаете поскольку функция w предполагалась четной то вот это первые два слагаемых это одно и то же одно и то же поэтому их можно сложить да значит итог какой получился получилось что du odm от mu a ну давайте от a пока это будет что это будет интеграл w a минус x mu dx и плюс точнее не плюс а минус интеграл интеграл w x минус y mu dx mu dy вот а теперь как будет устроено ну видно что это получилось отличнейшее выражение супер и по a и по mu замечательное и гладкое и хорошее вот непрерывное ограниченное все с этим здорово значит во первых мы отсюда видим c1 дифференцируемость а во вторых можем w дифференцируемость посмотреть значит а вот это что такое будет значит ну давайте это я должен вот это подифференцировать по a вот здесь a никакого нет это пропадет и у меня получится что это просто интеграл от градиента w от y минус x вот вот я нашел производную относительно w дифференцированную вот ну вот такой пример того как можно использовать значит дифференцирование вот такое более простое для вычисления более сложных значит производных вот ну и вот это такое короткое обсуждение что что мы как можно дифференцировать функции на пространстве вероятностных мер значит вот смотрите ну на этом курс закончен конечно там обещано было несколько больше но мы вот обстоятельно с вами обсудили какие-то вещи но я в какой-то момент решил что лучше обсуждать с подробными доказательствами и мотивациями чем вот просто очень много но поверхностно поэтому мы вот с вами из всего заявленного плана не все успели но какие-то вещи успели теперь если вы захотите это потом как-то ну вот там посмотреть почитать или еще что-то то что можно значит смотреть и что можно читать значит ну тут так вот прям по теме значит ну тут по всякому бывает значит первое что я вот точно рекомендую посмотреть это конечно я уже упоминал замечательная такая монография амброзио и жили значит это которая называется юзер сгиб значит то оптимал ну вас не должно пугать что это какой-то там оптимальная транспортировка потому что здесь в этом обзоре гораздо больше всего что что есть но это отличное введение так на мой взгляд очень ясно написанное ну и такое его более продвинутая версия и более забористая но и более широкая это конечно то что вот амброзио жили саваре который называется значит gradient flows flows in metric space and in the space of probability вот значит это большая книжка которую многие могли видеть значит она огромная но вот в ней есть главы которые посвящены прямо и теории меры и вот если значит смотреть вот именно такое знакомство с пространством значит даже не пугайтесь что градиентные потоки потому что на самом деле ну вот если вы посмотрите главы там 5 значит сейчас да ну вот 5 6 7 8 и 9 то это будет буквально про то что мы с вами обсуждали вот 5 это введение в теорию меры там 6 это оптимальная транспортировка 7 это пространство с метрикой конторовича 8 это как раз уравнение непрерывности 9 и ну и на самом деле 10 это выпуклость и ну вот больше 10 конечно к вам относится потому что мы с вами выпуклые функционалы не обсуждали на пространстве меры значит вот 10 это как раз дифференцированность дубль в дифференцированность вот значит трудность второй вот этой книжки в том что она она такая огромная она огромная она в очень большой общности и поэтому вот лучше начинать вот с первого и тогда будет пояснее так сказать все что происходит значит третье на что я вот я не очень много таких вам рекомендаций выпишу значит вот третье на что я хотел бы обратить внимание это вот вот что такое значит на самом деле есть очень хорошие такие очень четкие и недлинные изложения вот но они прячутся под страшными и неблизкими по тематике названия значит вот есть достаточно такая большая монография кармоны и Делару которая называется так что вы в жизни не догадаетесь что там может быть значит материал который вот по данной теме значит probabilistic theory of значит mean field games games значит with applications значит это такая достаточно новая наука теории игр среднего поля которая на стыке оптимального управления уравнений значит матфизики теории вероятности и так далее и это наука в частности по требованию которой были придуманы вот там производные Леонса значит вот это флет деревьев и так далее значит и вот в этой это огромная такая двухтомная монография кармоны и Делару но здесь есть совершенно замечательная глава 5 в первом томе значит в котором в которой обсуждается вероятностное пространство метрики на них обсуждаются дифференцирование и вот значит ну вот прямо достаточно глубоко с большим числом примеров здесь именно подход через L дифференцирование через производную Леонс но есть и обзор и связь с дифференцированием W дифференцированием вот этой флэддеривитов и так далее значит вот отличнейшее же введение вот и значит более того вплоть до того что можно вот для тех кто интересуется там случайными процессами теории вплоть до формул Ита которые пишутся для отображения вот на пространстве мер когда траектория задается как распределение случайного процесса и так далее то есть вообще но сама по себе глава написана крайне четко лаконично с большим числом полезнейших утверждений вот но но это может оказаться для вас так немножко зубодробительным если при первом прочтении брать поэтому можно такую лайт версию смотреть этого значит есть замечательный обзор двух тоже таких известных значит ну вот один из них это как я понимаю в какой-то степени ученик Леонца значит Пьер как-то легет значит и значит Паретто вот значит у них есть тоже название за которым не узнаешь что это про то что нужно значит введение в теорию игр среднего поля вот значит вот и вот в это введение значит это ну вот вот эта книжка если я правильно понимаю это что-то типа 18 год а вот это 19 или 20 вот я забыл значит но чем хороша вот это второе второе указание значит ну давайте тут три штрих значит здесь есть раздел про диффerenцирование значит надо понять что дифференцирование вот оно оказалось очень востребованием именно в теории игр среднего поля и оттуда начало распространяться в другие науки значит в теории игр среднего поля там возникают уравнения именно дифференциальное уравнение на пространстве мер, и для их анализа все время используются вот эти дифференцирования. И поэтому, если вы чего-то хотите узнать про дифференцирование пространства мер, то на данный момент можно действовать всегда так. Вы берете любую статью про уравнение на мерах, которые возникают в теории игр среднего поля, и там будет обязательно введение в режиме основных результатов про дифференцирование. Вот, значит, никуда от этого вы не денетесь. И это будет лучшее, то есть это будет гораздо проще и понятнее, чем то, что вы можете найти в другом подходе, потому что Амброзию и Жигли изначально это задавали именно для теории градиентных потоков, и это немножко другой подход, такой более геометрический. А вот у этих авторов вы найдете более аналитический такой подход, ну и переработку того, что известно, потому что, например, если вы десятую главу Амброзии и Жигли Савара откроете, вы там, так сказать, можете не дотянуть до конца изложения. Вот, и не увидеть, собственно, за общностью, не увидеть конкретно зачем, что и почему. А вот в этих работах вы увидите и примеры, и то, как это дальше используется. То есть вот это я хотел сказать, потому что так вот самостоятельно выйти на эти работы бывает трудно. Если вы как-то не столкнулись с этим, то про это можно просто не знать. Ну и, конечно, вот заключение такое, что, конечно, если вы хотите просто общие работы, такие классику, значит, по, скажем, ну вот, по оптимальной транспортировке, метрикам Канторовича, Усерштайна, там вот такой геометрии, в относительно простом и лаконичном изложении, то донадут, конечно, вот Вилани. Седа и Квилани, значит, вот Topics in Optimal Transport. Вот, значит, Topics in Optimal Transportation лучше, чем, там вот у него есть большая толстая книжка под названием Optimal Transportation Old and New. Вот, она такая, мне кажется, более рекламная. А вот Topics in Optimal Transportation – это книжка, которая, значит, вот, ну, такое очень лаконичное, четкое изложение основных вещей, значит. Ну и по теории меры, конечно, нельзя обойти, что, в общем, на данный момент, наверное, самая исчерпывающая монография – это Богачев. Значит, теория меры. Вот том первый, том второй. Если вам нужны ответы на вопросы по теории меры какие-то, в общем, там вы найдете либо сам ответ, либо ссылку, где это можно найти, и так далее. То есть это, наверное, хотя в любой из этих книг, перечисленных выше, есть короткие введения в теорию меры, и в слабую исходимость, и в пространстве Смитрика Конторовича, ну, вот, такое большое всеобщее обозрение теории меры, конечно, это вот в этом двухтомнике Богачева. Вот, значит, ну, вот это то, что я хотел сказать. Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, вот такой вопрос. А вот если двигаться в сторону, там, уравнения Фоккера-Планк, где там, что на Кисян, там, этого мера добавляется, а какая литература, как бы, где это написано просто более-менее? Ну, что вы имеете в виду, если вы хотите такие вот аналоги уравнений Фоккера-Планка на пространстве мер, прям, вот, которые возникают во всяких этих... Нет, ну, это же, уравнение Фоккера-Планка, это просто вот этот градиентный поток, только там еще добавляется, там, такой функционал не очень приятный. Ну, значит, смотрите, там дело устроено так. Так, значит, это градиентный поток, где добавлен функционал энтропии. Да, 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 вот. Значит, ситуация устроена так, значит, ну, вот, вот вы берете такой функционал, берете здесь, скажем, уже рода Х, варьируете его так, как это написано, ну, или берете это в качестве У от Мю, пишете, ну, в таком виде, конечно, это не будет существовать, но почти такое. Значит, пишете вот эту производную, значит, пишете градиентный поток и так далее, получаете в итоге, после такой достаточно длинной цепочки, на самом деле, соотношений, вы получаете уравнение вот такого вида. Значит, РОПАТЭ, это Лаплас РО, минус дивергенция, градиент ЖРО. Вот такая штука. Значит, в этом подходе все здорово, кроме того, что у вас, надо иметь в виду, что когда вы так подходите к уравнению Фокера-Планка, вы существенно зажаты структурой функционала. То есть, на самом деле, сильно отойти вот конкретно от такого вида нельзя. Вы можете здесь поставить ТЕФОТРО, получить здесь чуть-чуть более общую конструкцию, чем градиент РОПАТЭ. Но, например, не можете сюда поставить, скажем, что-то с перемен... Так, чтобы получить настоящую диффузию, когда у вас там переменная матрица. Значит, вот как это в Фокере-Планке на самом деле происходит. Вот. И здесь у вас тоже, на самом деле, проблема. Вы можете добавлять другие функционалы, например, как тот, который мы выше продифференцировали. Это, значит, функционал, который вот еще дает произведение, там, РОХ, 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 ДХ, 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 ДХ. Да? Он даст вам еще, значит, такое нелинейное слагаемое. Вот. Но тоже вы сильно отводите, грубо говоря, это и есть вся общность. И если посмотреть статьи про Фокера-Планка, ну, и обобщение Фокера-Планка, которые возникают в ТЕОРе градиентных потоков, то они все, в общем, упираются в то, что, ну, вот, есть такой функционал. Дальше вы можете разными подходами объяснить, что он порождает градиентный поток. Ну, а этот градиентный поток будет давать решение вот такого весьма специального уравнения Фокера-Планка-Магонка. Как только у вас появляются непостоянные коэффициенты или более общие у диффузии, или более общие коэффициенты в сносе, или там есть нелинейные фокера-Планка-Магонка, то более сложные, более общие нелинейные слагаемые, то градиентные потоки не работают. Это как бы, значит, вот то, что помещается, то, что я здесь изобразил, оно есть в книжке вот Амброзио Жиле-Саваре и в серии работ, у которых один из авторов – это Джозе А. Карилло. Вот. Значит, вот можно у них посмотреть, была такая, ну, вы знаете, история была такая, что были бы работы Отто, значит, вот я не произнесу это. Немножко знаю. Вот. И так далее, да. Потом были работы Отто, связанные с уравнением полистых следов, а потом была вот большая деятельность формализации этого подхода, в который вот итоги, в общем, подведены авторами Амброзио, Джиле и Саваре. Вот. А, значит, ну, и вот параллельно те, кто занимались нелинейными уравнениями, но среди них вот наиболее известна – это именно Карилло, хотя там есть еще замечательный совершенно Тоскани, который вот, на мой взгляд, сейчас больше прикладными какими-то увлекся вещами и так далее. Значит, они вот всячески это изучали, сфигали вместе тоже, там у него есть работы. Но вот суть осталась такова, что, конечно, если вы работаете с функционалами такого вида, получаете градиентный поток, вы получаете все плюсы градиентных потоков, но как только ваше уравнение становится чуть более общим, вы никакой в таком виде градиентный поток не напишете. Значит, это вот, эти уравнения следуются по-другому. И тут по самим уравнениям Фоккера-Планка, ну, вот есть просто монография, значит, которая называется Фоккер-Планк-Толмогоров-Эквейшнс, значит, это вот авторы Богачев, значит, Крылов, Рехнер, ну и я. Вот, значит, это вот в 15-м году, это ВМС. Значит, Американ-Мистематический Соснователь, значит, вот эта монография есть, там можно найти, ну, некоторый список результатов, он, конечно, за прошедшие 7 лет там еще что-то, значит, появилось, ну, что-то упростилось, что-то появилось, но вот такую общую теорию уравнений Фоккера-Планка-Толмогорова можно найти вот там. Понял, спасибо большое. Пожалуйста. Так, значит, если кто соберется сдавать, значит, если кто соберется сдавать, то пишите вот на квест Матан, значит, и вот я отправлю задачи, решите, ну, и и все. И получите. Там, собственно, ну, какие-то 4 задачки, там, или 3. Вот. Решайте, присылайте решение, ну, и все, это спецкурс. Поэтому это как-то максимально должно быть дружелюбно. Так, Сергей, на всякий случай, вот, напоминаю, пришлите, вот, не откладывая, и эту запись, ладно? Да, хорошо, пришлем. Вот, потому что те, кто не видит, значит, я вышлю сегодня вот запись доски, вот, а так, все, спасибо большое за спецкурс, и участие в спецкурсе. Вот.